да здравствуйте всем давайте проверим связь если меня слышно и видно то тоже можно нажать на огонечек я тогда пойму что все хорошо ну вот да я увижу количество огонечков растет я очень рада всех вас приветствовать на нашем вебинаре тема которого вот на экране как вы видите чтение с погружением темы которые выбирают современные подростки тема не простая она и для меня не очень простая мне казалось что мне есть чем поделиться я готовилась к сегодняшнему дню провела даже некоторые исследования как раз которыми хочу вас познакомить но для начала все-таки несколько слов о себе потому что кто-то возможно меня не знает хотелось бы чтобы вы понимали кто я откуда взялась почему здесь сегодня с вами меня зовут юлия иванова я детский писатель но кроме того что я пишу книги я еще и веду курс который называется я писатель для детей и подростков в творческой студии у меня четыре группы ребят разного возраста с которыми мы учимся писать тексты абсолютно разные никто не ограничивает ребят выборе тем на которые они хотят писать то есть мне сочинение это не никак не связано со школой это именно способ выразить себя и еще есть у меня один курс который я тоже веду уже два года называется чтение с приключением в детской студии для детей и родителей где мы с ребятами просто читаем и обсуждаем книги то есть там они ничего сами не придумывают не пишут но мы стараемся с ними читать осмысленно то есть книги выбираем такие которые хочется мне и хочется им совершенно не берем школьную литературу потому что со школьной литературой они так познакомятся наш курс как раз направлен на то чтобы расширить их чтение и знакомиться с современными авторами как видите я много занимаюсь детьми и подростками и у меня уже накопился довольно большой опыт который которым можно работать и который можно делиться здесь я вот на некоторых слайдах показала свои книжки но я не буду задерживаться на этом потому что кто захочет потом скачать презентацию да и вообще меня очень легко найти в любых сетях стран то что у меня очень распространенное имя но стоит к нему добавить детский писатель как сразу попадаете на меня вот я пишу познавательные книги как вы видите вот на этом слайде мой любимый жанр это сказки сказки причем для совершенно разного возраста от самых маленьких читателей до уже младшей школы ну и в общем сказки мне кажется в любом возрасте можно читать я например читаю до сих пор вот поэтому считаю что сказки это жанр без возраста здесь не все мои книги что поместилось то поместилось на самом деле я уже пишу 10 лет поэтому книг набралось много чему я безумно рада опять же если кто-то хочет захочет найти то это очень легко сделать и есть у меня такая серия которая сочетает в себе два жанра и познавательный и художественный эта серия о приключениях чижика-пыжика в санкт-петербурге то есть такие приключения на фоне санкт-петербург санкт-петербургской истории вот у нас в санкт-петербурге где я живу очень большим спросом пользуется эта серия большой популярностью если меня приглашают на встречи с детьми в школы то предпочитают чтобы я рассказывала про эту серию потому что здесь очень много пользы и очень симпатичный герой чижик-пыжик но я когда езжу в другие города то чижик-пыжик нравится всем абсолютно даже несмотря на то что люди живут далеко от петербурга но все очень хотят сюда к нам в гости приехать после чтения этих книг и так что я хотела сказать значит темы которые выбирают современные подростки даже давайте сейчас я верну обратно что пока не отвлекались как как я эти темы собрала я провела опрос среди своих подростков с которыми я работаю задала им несколько вопросов вопросы звучали так какая книга произвела на них самое сильное впечатление из прочитанных недавно я задала им вопрос о чем бы вам хотелось писать это читать чаще и почему то есть очень простой такой вопрос я задала вот своим ребятам и я задала этот вопрос своих соц сетях у меня соц сети в которых много профессионалов много библиотекарей много издателей много родителей которые общаются и читают вместе со своими детьми то есть довольно большая выборка и очень благодарна всем тем кто поучаствовал этом вопросе и в результате вот у меня получился список тем до которые очевидно интересуют наших современных подростков ну и первая из этих тем рост и становление личности вопрос самоопределение ответ на вопрос кто я и я ищу тех кто похож на меня но это понятно что это вечная тема она всегда мне кажется интересовала не только подростков да ну в этот период становления личности эта тема выходит на первый план потому что все очень вдруг становится сложно ничего не понятно сейчас пока только перечислю да кстати я совсем забыла сказать если у вас будут вопросы перед началом семинара мне переслали вопросы которые вы задавали при регистрации вопросов и комментариев было довольно много я постаралась большую часть из них осветить в сегодняшнем своем своей сегодняшнем выступлении но если вдруг я что-то пропустила или у вас появляются вопросы по ходу семинара вы можете задавать их во вкладку вопросы так будет мне легче следить потому что в чате я боюсь что-нибудь упустить вот я буду очень рада обратной связи да если что-то захочется уточнить то пожалуйста пишите обязательно туда загляну и так значит первая тема рост становления личности это понятно естественно и легко объяснимо вторая тема тема отношений с родителями и значимыми взрослыми этот вечный конфликт отцов и детей почему они меня не понимают на самом деле эту тему вслух дети не проговаривают то есть я когда делала свой вопрос никто вслух не сказал что их интересует тема отношений с родителями но когда мы пишем какие-то тексты с ребятами больше 50 процентов тех тем которые они выбирают как-то затрагивают отношения с родителями причем они начинают фантазировать они начинают придумывать какие-то грандиозные проблемы даже несмотря на то что у многих из них благополучные семьи даже дети и подростки из этих семей начинают фантазировать на тему какие родители могли бы быть но не в хорошую сторону а всегда в минус то есть допустим девочка сейчас у меня пишет на тему причем девочка такого юного возраста 11 лет я сюда даже до подростков практически еще не добралась внешне очень благополучно но она пишет на тему как девочка не может найти общего языка своей мамой причем мама там совершенно невыносимое у нее получается но по вопросам и по ее реакции вообще абсолютно не имеет это отношение к ее семье то есть скорее всего она так прорабатывает свои страхи или есть у нее опыт общения с подругами с друзьями у кого вот такие вот родители и это не единственный случай таких текстов очень много поэтому тема вот этих отношений с родителями подростковом возрасте она супер актуальна она наверное актуально будет всегда им будет казаться что родители ошибаются родители не правы и совершенно не понимают проходит какое-то время но обычно наверно даже десятилетия могут пройти прежде чем мы понимаем что во многом родители это были правы просто какая-то невидимая стена мешала нам понять друг друга вот третья тема понятно конечно же без нее вообще никуда эта тема отношений со сверстниками и тема первой любви мы часто они взаимосвязаны да там где сверстники там и любовь влюбленность им все связанные с этой темой вопросы как понять нравишься ты человеку или нет как себя с ним вести как понять какие-то сигналы которые идут вот от этого человека то есть все что касается отношений дети и подростки чаще часто чувствуют себя совершенно беспомощными и книги фильмы помогают понять что набрать какой-то опыт который у тебя еще нет и тут очень важно не ошибиться в том что ты смотришь или читаешь но мы еще к этому вернемся но я думаю что вопросов по этой теме нет да понятно что она тоже совершенно естественно и не меняется когда бы мы не жили в каком веке четвертая тема тема одиночества и непонимания здесь эта тема не связана с родителями хотя может быть и связано тоже здесь все вместе весь мир против меня я ищу свое место в мире я странный не такой как все меня никто не понимает то есть не только родители но и сверстники нет друзей и есть чувство одиночества тоже вечная тема никуда от нее не деться подростковом возрасте мы ищем себя и ищем свое место в мире совершенно естественно тоже я чуть позже к ней вернусь потому что она очень важно тоже на моем курсе несколько человек пишут именно вот так таком полном одиночестве хотя внешне не видно что эти дети страдают это не бросается в глаза тем более что мы работаем очень теплым коллективе как минимум тот коллектив куда они приходят принимает и принимает всех такими какими они есть либо они отрабатывают свои страхи либо больше нигде кроме как в творческой студии они не находят вот этого понимания очень важная тема очень важно не упустить очень сложно родителям бывает понять что ребенок их страдает от одиночества и непонимания 5 тема вот эта тема из новых я думаю что она не такая очевидная но она интересует подростков и детей это тема экологии тема защиты природы человеческого отношения к животным и птицам переработка мусора безопасная среда и так далее я думаю что раньше эта тема не была такой острой к этой теме приводит вся окружающая нас реальность и тема очень важная я первый раз я тоже столкнулся с тем что у меня девочка в этом году пишет о том как защитить птиц то есть казалось бы тема очень серьезная тема такая взрослая но ребенок из всех других выбирает именно ее потому что и девочку беспокоит состояние природы состояние планеты и наше будущее очень важная тема я считаю что это очень здорово что дети на ней тоже концентрируется ну и здесь тоже нельзя было обойтись в этом списке без темы смерти она могла бы вообще быть первой в списке хотя здесь нет никакой нет никакого ранжирования по значимости тема смерти попытка понять само явление принять его и через это принятие осознать ценность жизни вот из вопросов которые поступили ко мне до начала нашего вебинара один из вопросов был о том почему дети и подростки выбирают часто литературу о смерти и всякие ужасы и нормально ли это не наносит ли это вред их психике вы знаете это даже не просто нормально это очень хорошо когда они проходят через этот этап и выбирают такие книги которые нам кажутся страшными я даже наверное упомянул может быть кто-то слышал да сейчас нашумевший сериал этой осенью игра в кальмара можете на огонечек нажать кто если кто-то слышал я тогда увижу а если вас не очень много то я просто объясню есть я вижу реакции есть спасибо вам большое этот сериал он вообще-то не для детей совершенно и не для подростков но когда я в этом в этом сентябре вот вышла на работу в студию вокруг меня были только и разговоры что об этой игре в кальмара я конечно же не могу пропустить эту информацию потому что мне хочется понимать о чем говорят дети о чем говорят подростки быть с ними на одной волне поэтому я посмотрела что это такое значит совершенно жуткий сериал про про то как люди играют на кон ставят свои жизни то есть там очень много смертей в этом сериале тем не менее почему-то дети это все распространили до через тик ток самую популярную сейчас сеть среди детей подростков распространили все через всякие мемы и очень большое количество не знаю 90 на процентов посмотрели этот жуткий сериал но казалось бы там очень страшные сцены которые я то с трудом могла посмотреть общение который просто проматывала но похоже что не оставил никакого следа в их психике потому что они уже перестали об этом говорить они уже перестали это все обсуждать а обсуждали они не смерти обсуждали они то как люди в этой ситуации проявляли себя вот это было очень круто есть они анализировали ну да понятно что это было смоделирована ситуация и это не первый раз да когда такую ситуацию моделируют там вспомните агату кристи 10 негритят в принципе то же самое да детектив там 10 человек на острове они умирают друг за другом и ты ждешь нетерпением и страхом кто же все-таки преступник тут тоже самое только там людей гораздо больше вот в этой игре и значит дети они смотрели не на сами игры да они на сами смерти они смотрели на то как люди себя ведут там внутри то есть они разбирали психологию героев а в этом сериале очень простая психология то есть там прописаны там плохие персонажи хорошие персонажи таких смешанных мало и для подростков как раз вот такие вот четко расставленные фигурки очень помогают разобраться и прикидывали бы на 7 на себя они да как они бы себя повели в этой ситуации ну то есть ничего страшного в этом нет но пережи прожили они как бы вот эти смерти для себя разобрались кого им жалко кого нет и дальше поехали сейчас у них уже какие-то совершенно другие увлечения но тема смерти нельзя ее пропускать ни в коем случае потому что если не отработать ее подростковом возрасте потом она может нанести еще более мощную травму с которой придется работать уже психологами может и так придется одна из самых страшных таких тем в нашей жизни потеря близких и мы все равно с ней сталкиваемся в каком-то возрасте если они смогут отработать вот эти вот этот страх смерти через литературу через фильмы то в какой-то мере психика их будет уже подготовлена к чему-то более мощным значит это вот 6 тем которые основные я смогла выделить конечно есть и другие но мне кажется что не нужно нам дальше идти потому что все остальное зависит еще от индивидуальных особенностей личности читателей да и подростков поэтому я предлагаю пока на этих 6 остановиться значит что важно что каждая из этих тем может раскрываться в книгах совершенно разных жанров это да это может быть и фэнтези и фантастика в основном антиутопии ну по крайней мере по наблюдению моему самое интересное для подростков прячется в антиутопиях вот мистика ужасы да это точно о чем я сейчас сказала почему эти жанры они заставляют выбрасываться в кровь адреналин и такие острые ощущения можно пережить не находясь в реальной опасности это очень здорово что книги предоставляют нам такую возможность комиксы один из самых любимых сейчас видов книг до манга в основном это японская и графические романы но и любимая взрослыми реалистичная проза значит смотрите любой жанр может раскрыть любую из этих тем о которой я сейчас говорила неделю назад в москве проходила большая книжная ярмарка которая называется но он фикшен ярмарка интеллектуальной литературы там состоялось очень много интересных круглых столов в публичных дискуссий и я принимала участие в публичной дискуссии на тему дайте что-нибудь попроще она называлась как раз целью этого разговора было обсудить а зачем читать книги попроще если можно сразу взять что-то такое мощное классическое вечное и так далее дискуссии принимали участие шамили диатурин вы знаете прекрасный писатель юлия кузнецова елена яковлева вот и я и мы говорили как раз над тем почему можно брать и другие книги не только классику школьную не то что даже можно а нужно некоторым потому что это как в спорте когда человек начинает заниматься спортом он не может поднять там 100 килограммовую штангу он все равно начнется разминки он начнет с каких-то легких упражнений здесь тоже самое не каждый читатель может проглотить войну и мир кто-то всю жизнь может прожить и даже не приступить к чтению этой книги но это не значит что он не может пробовать что-то другое как раз вот очень важно что сейчас огромный выбор вот в моем детстве выбор был не такой большой я ходила библиотеку я брала книги по своему вкусу мне советую библиотекарь что можно взять но на меня сначала спрашивала что мне интересно какой-то момент мне были очень интересны книги о животных о растениях и о природе и она советовала мне самые лучшие из книг на эту тему какие у нее были потом я стала старше и мне хотелось читать об отношениях да я может быть стеснялся это сказать слух но библиотекарь моя была такая прекрасная женщина что она сама понимала что я вот уже немножечко выросла природе я уже полочку не смотрю осмотрю что-то другое и она начала мне давать книги по другому запросу я за это ей очень благодарна для меня каждая прочитанная книга оставляет некий след до сознание человека даже если это манга да вот я вижу что вопрос как вы воспринимаете мангу судя по реакции на ее детей это прекрасный вид литературы они они очень любят эту японскую мангу и самое интересное что и книги эти не так простые как кажутся взрослым если внимательно вчитываться в то что там написано и нарисовано можно найти очень много интересных смыслов вот я думаю что не нужно смотреть свысока на на мангу потому что она нам кажется немного непривычны да ее и читают то получается с другой стороны это странно нам но к этому очень легко привыкнуть а современные подростки они легко ее сразу переворачивают я видела да и начинают читать так как надо а я в первое время вращала и вообще не понимала что делать с ней нужно вот хороший отличный вид чтения для тех кому нравится почему нет так вот значит я за то что можно читать разные книги и любая из них может стать этой точкой входа в мир чтения а если даже и не станет если даже и человек не будет читать ничего кроме комиксов ну хотя бы комиксы то он прочитал уже хорошо правда поэтому ничего не надо бояться хотят фэнтези пусть читают фэнтези хотят фантастику пусть считают фантастику хотят ужасы пускай читают ужасы но ведь читают же любое чтение заставляет наш мозг очень активно работать и даже если эта книжка ужасов все равно процессы это проходит те же самые что при чтении классики да главный процесс поэтому я за все вот но я бы хотела привести пример на своей серии книг это единственная серия которая у мною написана для подростков все остальные книги они для более младшего возраста для подростков у меня есть только одна серия фэнтези она называется тайной чароводи и вдруг вот мне я когда писала конечно не задумывая какие я там хочу темы раскрыть то есть писала чисто интуитивно на своих эмоциях опираясь на себя подростка но потом мне как-то задали вопрос а какие темы раскрываются в этих книгах и мне пришлось очень хорошо поработать со своими собственными книгами чтобы понять какие же темы там раскрываются и я вот не хочу чтобы эта информация которую я наработала пропала зря поэтому я решила ее вам показать буквально вот мне на нескольких слайдах и заодно на этих слайдах вы увидите иллюстрации красивые которые сделала татьяна петровская художница мне кажется это просто даже эстетически красиво будет посмотреть значит серия тайны чароводи и какие темы там поднимаются для подростков интересно буквально в двух словах о чем речь до чароводи это семь островов большого озера мир тайны загадок удивительных существ и волшебных камней это то что из аннотации да то есть это фэнтези абсолютно придуманный мир главная героиня девочка эльда на начало первой книги 12 лет ну то есть такой вот прям подросток подросток у эльды есть один из самых сильных камней чароводе там волшебные камни значит в центре повествования он достался ей наследство от матери но она не понимает что у нее значит есть сокровище понимают все кроме нее но ей почему-то об этом не говорят это самая первая тайна и есть у нее сестра с которой они живут вместе в одном доме полная и противоположность которые отношения не ладятся это тоже в начале истории и есть у нее друг говорящий крыс дик он один из самых ярких персонажей и мой любимчик я не этого не скрываю у меня даже вот есть такой вот такая вот крыса тут живет прям со мной на рабочем столе это дик я его назвала не не особо похож конечно на моего черного но другого я не нашла ну и еще вот такая прекрасная карта мира карта была напечатана только в последней книге потому что в форме островов прячется некий секрет до который не хотелось раскрывать в первых четырех книгах но в пятой мы его раскрыли вот наша прекрасная художница тоже я не могла ее не показать ну и вот какие же темы да рост и становление личности как ни странно та тема которая у меня первая здесь прозвучала отношения в семье тоже да галочку можно поставить отношения между сверстниками тоже да дальше уже чуть посложнее допустимость лжи предательство его цена тема прощения это важная тема потому что не все мы знаем как правильно прощать и вообще можно ли и нужно ли прощать формирование доверия это тоже очень важная тема ценность человеческой жизни жизни вообще и принятие смерти они друг за другом идут и еще очень важный на мой взгляд значимость выбора каждого вот это тема которая раскрывается постепенно в течение пяти книг люди делают выбор опираясь на какие-то обстоятельства и мы не знаем как этот выбор потом повлияет на ход истории и мне кажется это такая ну и очень интересно для меня как как для читателя тоже всегда эта тема очень интересно как она раскрывается в книгах и фильмах тут покажу несколько картинок вот из книги просто чтобы полюбоваться на иллюстрации татьяны рост и становление личности причем не только героини главной но я постаралась чтобы у меня каждый из героев менялся в процессе да и искал свою собственную силу отношения в семье тоже там есть в нескольких сюжетных линиях не только у главной героини но и у второстепенных причем разные образцы есть даже образец неблагополучных родителей и того что из этого получается с героиней отношений между сверстниками очень много там и мальчики и девочки и девочки и девочки и разные девочки и разные мальчики в общем много конечно потому что эти книг представляете там нельзя без большого количества героев и все они очень разные про допустимость лжи я уже сказала да что будет если ты обманешь да и какие последствия потом наступят а в каких-то моментах даже самый честный человек должен скрыть какую-то правду да потому что это просто необходимо то есть разные виды этой ситуации разные разная степень допустимости там уже предательство то же самое предательство это самая большая ложь до сам один из самых страшных грехов но все-таки можно ли искупить это страшный грех даже предательство кого-то из родных да можно ли простить человека можно ли причем эта тема она одна из самых спорных получилось потому что большинство вопросов которые мне задают читатели потом как же так как же можно было простить вот такой поступок и у каждого человека свое мнение на этот счет дети категоричны подростки категоричны они говорят они никогда ни за что бы не простили и я тут вижу даже может быть какое-то упущение что я недостаточно аргументов привела о том что прощение было заслуженным ну то есть это спорная тема тут вообще тут даже мне взрослые некоторые высказывались это очень интересно сумение прощается но с предательством связано формирование доверия к разным людям даже если ты не можешь доверять никому вообще какой-то момент ты оказываешься в ситуации если ты не доверишься ты просто погибнешь и ты меняешься в этой ситуации мне кажется это очень интересно тоже и когда ты прикидываешь на себя такую ситуацию ты очень много узнаешь о самом себе ценность человеческой жизни жизни вообще да то есть там в этой книге эта книга 12 плюс да ну там есть некоторые сцены которые могут очень сильно расстроить читателей потому что 12 плюс дети многие читают там 7 с 8 лет но я предупреждаю что все-таки там есть сцена смерти и придется с ней смириться без нее было не обойтись ну и принятие смерти тоже да что смерть это часть нашей жизни и необходимо это осознать да и как-то жить с этим осознанием ну и значимость выбора каждого это вот одна из моих любимых тем каждый из героев совершает какую какие-то действия да совершает какой-то выбор который в итоге приводит к одному результату по этой книге очень много обратной связи далее это я делюсь просто тем что люди пишут люди задают вопросы люди спрашивают а значит книга затрагивает чувства и это самое важное то есть вот я когда есть сейчас там москву пятая книга только вышла и все мы получили финал история пришла к завершению и ко мне приходили читатели которые уже все с этой полной истории в голове и все равно у них оставались вопросы и они постоянно спрашивали будет ли продолжение узнают ли они чуть больше про этот мир то есть получается что это чтение с погружением вот вчера в чароводе так работает с некоторыми людьми наверное не со всеми да но мне очень приятно было видеть тех людей которые действительно погрузились в этот мир так же как и я вот ну и плюсы тут уж я прям не могу не похвастаться раз я так много рассказала что эта книга получила премию алиса имени кира балачева это единственная премия в россии которые в области фантастики присуждается а вот очень мы создателями гордимся что получили эту премию и у меня есть дома настоящий милофон если кто-то помнит милофон из книги кира балачева то он меня поймет что это очень здорово это устройство для чтения мыслей в детстве я очень хотел такой иметь и вот во взрослом возрасте моя мечта сбылась причем такой необычной форме что еще из фэнтези почитать понятно что чароводе это не единственное фэнтези а есть очень много всего я здесь привожу просто примеры тех фэнтези которые мне лично нравятся да и те которые мне озвучили в ходе моих опросов значит сквозь зеркала кристель дабо это лично мне очень понравилась эта тетралогия французская писательница если я не ошибаюсь то сейчас готовит экранизацию потому что эта серия очень так хорошо разошлась не только во франции но и других странах и у нас в россии вот очень необычная там героиня просто нестандартная такая серая мышка которая все пытается спрятаться но в какой-то момент понимает что не не мир без нее не обойдется вот ей приходится брать на себя какие-то серьезные решения да причем там есть линия любви но он такая очень знаете сдержанная как у джейн остин в гордости предупреждений вот когда очень два героя сдержанные и много между ними разных чувств кроме любви вот толкин властелин колец и хоббит конечно же это но книга который я могла бы очень много поговорить и это было наверное первое мое погружение в мир фэнтези в детском возрасте и подростковом я перечитывал несколько раз и продолжение вне не продолжение а сильма сильма риллион это о мире средиземья не совсем книга для детей данным для тех фанатов которые хотят больше узнать просить про средиземье но книга непростая да там властелин колец это три тома хоббит понятно она написана как сказка то есть начинать можно с того что попроще это хоббит или туда и обратно а властелин колец это уже для тех не кажется кто более подготовленный читатель который с большими объемами справляется ну джон роллинг тоже не требует пояснений это теперь культовая книга если кто-то увлекается именно жанром фэнтези то мимо гарри поттера не пройдешь никак либо фильмы либо книги а лучше и то и другое рэн сам рикс дом странных детей очень такая жуткая я бы сказала книга но мальчишкам очень нравится им нравится именно то что она такая страшная там много таких существ очень но я бы сказал даже мерзких вот но но именно это и нравится например моему сыну очень понравился дом странных детей хотя он небольшой любитель чтения как ни странно но он читал сам и читал это летом когда в общем-то не никто не заставляет он сам и выбрал сам читал можно попробовать мне кажется не для всех но попробовать можно а вот эти две книги которые последние меня в списках школа добра и зла и аптека ароматов я лично не читала но те ребята которые ходят ко мне на курс и которые именно фэнтези читают они со мной поделились и отзывы были такие восторженные что я не могла их сюда эти книги не включить и конечно же как любопытный человек любопытный читатель я тоже хочу прочитать и узнать что же там за серии такие что столько вызывает восторг дом в котором сейчас я про него отдельно скажу трилогия про золотой компас тоже я могла бы сюда ее написать потому что самой мне очень нравится но мне нравится только первая книга к сожалению вторая и третья потеряли какой-то свой уровень и я сама как читатель утратил интерес примерно середине второй книги это очень жаль поэтому саму вот эту трилогию я не могу целиком рекомендовать ну так как сама не нашла в ней того чего мне хотелось вот но первая книга была очень хороша что почитать из фантастики тоже чтобы я могла посоветовать по своему опыту значит есть книга ребеки уны отключай вот она совсем недавно вышла и она показывает нам мир ближайшего будущего где все люди в основном ушли виртуальный мир где все люди носят некую пленку открывающую все тело полностью чтобы защитить от неблагоприятных воздействий окружающей среды то есть они почти ничего не чувствуют все свои реакции они проявляют только в виртуальном мире с родителями они общаются тоже только практически в виртуальном мире с друзьями тоже и кажется всем странным если человек хочет пойти на улицу и поговорить с другим не в онлайне а оффлайне да так скажем и вот главная героиня замечает за собой что у нее что ей очень хочется вот этого другого общения а всех остальных устраивает как есть и это такой основной конфликт она пытается понять что с ней что-то не так или со всем остальным миром что-то не так то есть книга очень мне кажется близкая современным подросткам потому что этот мир вот он уже настает вот очень близок он вот эти все лайки вот эти все комментарии и постоянно ей героини говорят о том что у нее мало лайков у нее мало комментариев у нее низкая социальная активность сетях и из этого ну ничего хорошего не получится то есть начинают даже угрожать и вот ну то есть это очень интересная книга я прочитала с большим удовольствием с юзан коллинз голодные игры наверняка все слышали потому что вышел фильм да но книга сама по себе тоже довольно интересная по крайней мере мне даже она понравилась больше чем фильм потому что она сильнее раскрывает характер главной героини мотивацию разных людей ну и кстати тоже здесь тема то которая в игре в кальмара да когда ограниченное количество людей попадает замкнутое пространство и выжить должен только один это та же самая тема та же самая тема вот этой вот смерти и ты не понимаешь как все это вообще может решиться хорошо вероника рот дивергент трилогия тоже будущее где все люди поделены на некие сектора да и вот тот человек который отличается он как бы может что-то изменить но нужно смотреть либо осмотреть фильм фильм не знаю не совсем это то что книга я думаю лучше читать ну и лоус лоури тетралогия дающий она уже не такая прямо новая и они на не так раскручена как голодные игры дивергент но философском смысле она гораздо глубже там очень много тем раскрывается и в каждый из книг разный герой мир один и тот же такая антиутопия но разные герои и все они друг с другом связаны всякими косминными связями только в четвертой книге ты понимаешь как бы всю картинку очень интересно построена и детям она нравится потому что она не очень объемная каждая книга поэтому я рекомендую тем кто просит что-то такое да какую-то антиутопию но чтобы вот не давать им замятина мы или вот дивный новый мир который может быть не сразу пойдет вот дающий мне кажется любой читатель сможет освоить а дальше уже можно усложнять да гарри поттере я как раз говорила чернильное сердце да тоже хорошие я читала поэтому да можно добавлять эти списки это то чем я смогла поделиться вот на стыке жанров про дом в котором хотел сказать а отдельно это совершеннейший феномен эту книгу читают сейчас все подростки ее рекомендуют совершенно разные люди можно мне кажется читать ее даже если ты не никогда не читал ни фэнтези не фантастики не мистики ничего это эта книга написана автором рукой на бумаге да и спрятанная в тумбочку она не даже не собиралась публиковать эту книгу настолько мне кажется она просто выливал туда свою душу если вы читали то наверное поймете о чем я говорю а если не читали то очень рекомендую людям любого возраста подростков первую очередь потому что она просто переполнена разными смыслами там очень близкие характеры очень интересная сама история не знаю даже да наверно это магический реализм наверно так это стык на стык жанров вот очень рекомендую у меня даже мало слов то чтобы описать о чем это но читать всем тяжелая до согласно дом в котором книга тяжелая но она очень многогранная она просто потрясающе для меня это на одна из немногих книг которые я дочитала читать потому что мне не хватило вот поэтому да думаю что это читать всем мастрит как говорят из графических романов ну понятно что графические романы да это некоторые называют до сих пор комиксами вот на самом деле автором больше нравится когда называют эти книги графическими романами из примеров сурвила возможно вы слышали потому что книга довольно таки нашумела в ну в нашем литературном пространстве ольга лаврентьева ее нарисовала основана она на реальных событиях на жизни ее бабушки и я когда читала я была просто потрясена я вообще не очень люблю графические романы не то чтобы я не люблю просто не было у меня такого опыта в детстве я люблю больше буквки буковки чем картинки но сурвила я прочитала от корки до корки причем вот просто села и целиком не отрываясь потрясающее конечно впечатление производит графика вот это сочетание черного и белого и в нужных местах вот ольга заливает страницы просто чернотой и ты чувствуешь что это это та самая тьма которая тогда вот происходило в душе героини часть истории проходит блокадном ленинграде и вы ну сами понимаете да что там кроме тьмы почти ничего не было очень рекомендую как графический роман и взрослым и подросткам он тоже непростой да он тяжелый я бы сказал есть еще юлия никитина которая рисует комиксы графические романы и есть интересная книга вот книга тело где она отразила свой личный опыт когда человек рождается не очень здоровым когда его тело его подводит причем подводит периодически это очень интересный взгляд тем кто сам страдает каким-то заболеваниями мне кажется очень отзовется эта книга а тем у кого все хорошо да в физическом плане тем может открыться какой-то новый опыт именно через графику вот очень здорово знаки течения тоже не книга но персиполис очень рекомендуют сами комиксисты что эта книга она может быть как раз такой точкой входа в графические романы что я про мару и морок что я могу сказать я к сожалению не могу рекомендовать мару и морок потому что я сама прочитала и я не очень довольна языком и не очень довольна историей хотя если кто-то захочет только мару и морок пусть читает лишь бы читали может быть потом мы удастся сравнить чем-то другим эту книгу и они но смогут да провести какой-то анализ и выбрать для себя что им нравится больше я бы не стала рекомендовать сама но она сейчас очень раскручена в соц сетях и у нее такая удачная обложка в этой книге а лучше всего как вы знаете работает сарафанное радио и среди подростков и среди людей а вот японская манга у меня здесь да я даже не приводила никаких примеров потому что дети и подростки сами прекрасно находят их и работают здесь как раз это сарафанное радио они прекрасно разбираются в манге и тут даже им рекомендовать эту ничего не нужно потому что для них это вот из уст в уста передал прочитал рассказал другому и вообще проблем никаких нет с этой манга они сами разберутся шустермана беглецы я не читала к сожалению не могу поделиться впечатлениями вот и мы добрались до реалистичной прозы у нас с вами не очень много времени до осталось я постараюсь сильно не задерживаться но просто кто захочет скачать себе презентацию потом это можно будет сделать и погрузиться более глубоко значит что я хотела тут сказать да если ребенку или подростку нужно почитать и не таких как все самые лучшие которые я для себя выделила чудо на это прямо на первом месте про ребенка который родился с генетической мутацией и после многих пластических операций лицо его пришло более-менее в приличное состояние но когда он приходит учиться в школу пятиклассникам все равно он для них чудовище вот и как он там выживает да вот детском коллективе детский коллектив он жесток к тем кто не похож на всех на остальных но эта книга просто потрясающе светлая полная любви полная человеческой поддержки взаимопомощи это просто тоже вот книга которую читать можно и нужно в любом возрасте рекомендую всем если вы не читали есть еще прекрасный фильм тоже очень близко снят к содержанию книги тоже очень хороший шерен дрейпер привет давай поговорим эта книга посложнее потяжелее в смысле эмоционально я там рыдала когда ее читала не знаю середины на например на но если ты хочешь почитать про не таких как все про людей с каким-то отклонениями то пожалуйста можно можно попробовать для взрослых я бы сказала да и для очень эмпатичных подростков и как курица лапой инфайн это книга наоборот очень позитивная про ребенка который страдает дислексией дисграфией про человека который воспринимает текст а спас по-своему да и который писать тоже практически не может и вот он учится в обычной школе и что из этого получается энфайн одна из моих любимых авторов она любую тему может очень весело преподнести что есть не остается какого-то гнетущего впечатления можно читать вообще абсолютно всех даже видите там на обложке написано для тех кто не сдается очень хорошая книга я просто очень люблю и про тех кто выделяется внешне есть сборник куда входит повесть соня шипульной зефирный жора и повесть елена соковенина крупная кость это обе повести про подростков крупных так скажем да ну с лишним весом наверное для многих ну или ну да мне кажется для многих интересно почитать как какими вопросами задаются такие подростки как они пытаются там бороться или не бороться принять себя в общем очень интересная тема они не так уж много примеров есть где она освещается именно для подростков поэтому рекомендую тоже вот что у нас про смерть про смерть очень многие хотят прям просят посоветуйте порекомендуйте значит из последних мной про прочитанных деньги майнхарт кают сан райс или невероятная гонка на школьном автобусе такое странное название мне не хотелось таким странным названием книгу читать но как-то мне подвернулась и оказалось просто потрясающе она очень динамичная она просто наполнена приключениями именно гонка до гонка там там реально гонка там школьный автобус на котором делают герои и им надо попасть в определенное место в определенное время и им постоянно что-то мешает там появляются разные разные герои у каждого из них свои проблемы но главной героини самая большая проблема до то что у нее погибла часть семьи и ее отец отказывается это принимать и не дает принять это своей дочери то есть они путешествуют с этой глубочайшей травмой они пытаются убежать от реальности это не сразу понимаешь да это все раскрывается вот в процессе чтения и потрясающе интересно так что да рекомендую даже взрослым очень интересно почитать тоже конечно без слез невозможно особенно в финале и она еще эта книга написана очень хорошим языком там есть над чем посмеяться если чем подплакать и есть очень разные люди в которых ты находишь черты и узнаешь и либо в свои собственные черты либо черты тех кто тебя окружает холли голберг я считаю по 7 нет у меня здесь этой обложке но тоже книга о потере о смерти и о принятии этой смерти тоже ребенком да девочкой это же тяжелая в смысле ты ее проживаешь как сама это же со слезами но очень важная вот и если это проживаешь да ты растешь как бы эмоционально формируется эмоциональный твой интеллект эмоциональный багаж и это очень важно мой дедушка был вишни это для детей как ну нет не для как для детей помладше да тоже потрясающая книга о принятии смерти здесь дедушка умирает и его смерть внук переживает принимает и вся его семья вот она не такая прям уж тяжелая да она очень хорошо написана она такая светлая она естественно абсолютно то есть процесс да если кому-то надо прожить потерю близко вот эта книга очень подходит элиссиболт милые кости джон грин виноваты звезды лаурин оливер прежде чем я упаду это все для более старших подростков которые которые хотят и про любовь и про подростков и про смерть вот ну тоже не буду уже теперь подробно задерживаться во всех этих книгах можно узнать виноваты звезды прежде чем я упаду и милые кости все экранизированные можно в принципе потом еще кино посмотреть после чтения так отношение между людьми обычная жизнь подростков здесь самые такие примеры простые до которые мне кажется прям очевидны мария пар вафельное сердце тони глимер дал вратарь море прекрасный книга подходит всем подросткам для чтения и мальчикам и девочкам там огромное количество тем затрагивается и хороший юмор хорошие смыслы заложены просто замечательно из наших писательниц не нашу дашевская пишет для подростков причем можно брать мне кажется любую книгу все будут хороши прекраснейший язык я сама любую книгу читаю просто получаю огромное удовольствие вот здесь несколько привела день числа пи я не тормоз из последних вот тимофей блокнот ирка скетчбук очень две хорошие повести просто вот обожаю и всем рекомендую и еще с авторы андрей жволевский евгений пастернак разные тоже у них есть книги подростки очень их уважают и тоже привела тут вот несколько сеансы я хочу школу время всегда хорошее но это очень легко найти до везде и можно попробовать про экологию вот про экологию тут сложнее у нас сейчас станислав востоков пишет книги которые рассказывают о животных о работе с животными и о защите природы например вот праздник поворота рек это как раз книга основана на его путешествие в камбоджу где он с коллегами пытались спасти исчезающие виды животных это интересно очень и написано очень хорошо его же книга брат юнат это о его практике в ташкентском зоопарке когда он 14 лет пришел работать в зоопарк и перед ним раскрылась как бы вот именно рабочая сторона процесса тоже очень интересно и остров одеты в джерси это тоже потрясающая история станислав востоков очень любил джеральда даррелла и написал ему письмо джеральда даррелла все знаете да он написал ему письмо и задал ему несколько вопросов и джеральд даррелл ответил ему и не просто ответил а пригласил его на стажировку на этот остров джерси где они занимаются изучением животных да и другими очень важными для природы вещами и станислав востоков туда поехал и начал вести дневник и вот эта вот книга основана на его дневниках потрясающе ну а если немножечко в фантастику да я только татьяну толстую вот нашла эта книга кысь потрясающе мне очень нравится она наверно не для подростков она прям для всех для всех но там основная идея что мир после экологической катастрофы очень сильно деградировал и можно как бы провести связь да к чему приведет пренебрежение вот этому законной природы и во что все это может превратиться так сейчас посмотрим что у меня осталось время наше подходит концу а первой любви до был один из вопросов до вебинара что почитать о первой любви чтобы без каких-либо там лишних подробностей да и концентрации на физиологии я привела здесь три книги скорее конечно их гораздо больше но пусть будет пока эти три эдуард веркин друг апрель книжка это не для всех довольно таки тяжелая но можно попробовать почитать то не боится любви в сложных обстоятельствах о том как любовь удерживает личность подростка не дает ему скатиться и деградировать если вокруг условия как раз вынуждают тебя уйти на другой уровень да на уровень всех остальных тут как раз любовь помогает ему остаться самим собой виктория лидерман первокурсница девушки 17 лет она поступает на первый курс университета и чувство свободы захлестывает ее с головой а заодно и первая любовь но тоже подростки часто выбирают книги о тех кто их старше на них на некоторое количество лет да допустим я думаю там в 15 16 лет можно спокойно рекомендовать потому что они уже на пороге вот это вот этой вот свободы и чтобы им не снесло голову можно попробовать сначала отработать некоторые ситуации на книге допустим вот на этой первокурснице николай пономарёв дочь . бифуркации это очень интересно построенная история у очень светлый такой знаете любви настоящей первой и если кто-то вот хочет именно такого можно книжечку рекомендовать и если что-то что-то попроще то серия линия души от издательства росмен в смысле попроще что там покороче тексты покороче истории но тоже очень хорошие и на них отдыхаешь душой я бы сказал наверно поэтому так и называется линия души вот еще пару слов буквально есть интересная такая книга елена клишиной спойлеры я недавно прочитала о школьной классике глазами подростка знаете это как раз техника старителлинга когда ты несколько слов говоришь о содержании книги а тебе сразу становится интересно о чем это вот эта техника использована в книге спойлеры там десятикласснику захару табашникому нужно какое-то время вести свой блог о прочитанных книгах но он высказывается именно на уровне понимания вот своего именно подросткового то есть он не стремится написать сочинение по книге так как требует школе а высказывать свое личное мнение о чем гроза о чем там беспреданница и друг не темы вот десятого класса и литературы очень интересно построена но но нужно быть готовыми что там очень-очень много сленга не стоит обращать на этот сленг очень пристальное внимание вряд ли после прочтения книги вдруг все подростки так заговорят до жизни до этого так не говорили но это конечно сленг всегда очень спорно в книгах но здесь он смотрится вполне уместно мне кажется десятиклассникам очень понравится просто потому что они же все проходят определенную программу по литературе а здесь есть некоторые такое знаете легкий взгляд на эту школьную программу и с другой стороны заставляет задуматься что классика не обязательно скучно да она может быть и интересный и еще одна был вопрос тоже перед вебинаром о терроризме да какие книги о терроризме дарьи дацу голос я совершенно недавно прочитала я была потрясена конечно ты книга и книга это непростая тоже очень хорошо написано центральная тема это терроризм и вызванный случаем теракта в московском метро случаем панических атак у главной героини эта книга о том как девочка с пытается справиться пытается в новых этих обстоятельствах пытается научиться жить заново это очень сложный конечно феномен вот этих вот панических атак если ты сам никогда не подвергался паническим атакам то вот из этой книги можно понять что чувствуют люди при этом отклонении да я не знаю может быть это не отклонение можете неправильным словом пользуюсь но в общем это синдром панических атак и терроризм здесь да вот кто-то знает по себе если вы страдаете этим может быть книга вам поможет просто поможет почувствовать что вы не один такой человек то что у других тоже случается чем дарья писал эту книгу на основе собственного опыта очень интересная история и создание этой книги и история как дарья удалось преодолеть эти панические атаки то есть очень советую книга очень сильно но тоже нужно найти нужный момент чтобы читать потому что остается после нее такое мощное впечатление нужно чтобы хватило душевных сил чтобы пережить содержание этой книги здесь затрагивается тема холокоста для меня это одна из самых тяжелых тем я потом приходил себя несколько дней после чтения поэтому рекомендую очень но не не в любой момент да если вы сами чувствуете они уверенно если у вас там депрессии или нестабильное эмоциональное состояние лучше подождите момента когда она выравниться чтобы пережить перепринять вот эти все эмоции которые несет себе эта книга собственно это все что я хотела сказать и на этой страничке есть мои контакты как меня можно найти в соцсетях я буду рада и загляну сейчас в папу файлик вопросы я старалась читать так с какого возраста дети начинают интересоваться темой смерти ну вот у меня дети занимаются с десяти лет они все приходят уже крайне заинтересованы этой темой ну не всегда понятно что нельзя прям всех там под одну гребенку но с 10 лет они уже интересуются этой темой причем очень активно и самое такое непростое непростая грань в этой теме это самоубийство тема самоубийств очень интересно детям и подросткам если ее не проработать если с ними об этом не говорить особенно когда они вслух озвучивают этот запрос у ничего хорошего не будет они все равно либо сами искать до материал на котором они смогут прожить эту эту тему который их интересует и не факт что они найдут хороший материал то есть нельзя замалчивать ни в коем случае тема самоубийств я я все время как только я слышу что обращаются они ко мне по этой теме я все время с ним начинаю говорить говорить о разном о жизни о смерти о выборе об ответственности за этот выбор то есть всегда никогда как бы не ухожу в сторону всегда об этом говорим это очень важная тема вы говорите детям о том что манго и аниме это не для детей они же разные бывают надо смотреть вы это же не одна книга манга манга это просто вид литературы аниме то же самое это просто вид то есть они абсолютно разные то есть что все что там есть в содержании это же и в любой другой книг возьмите фэнтези да есть легкой фэнтези без эротики да и без смертей а есть в это здесь со всеми этими составляющими просто надо смотреть что что там есть что внутри что именно имеется ввиду школу конечно я выезжаю да очень часто встречаю с детьми читателями и вот этот вопрос да прошу стермана беглецы я уже ответила что я к сожалению не читала вот и еще один вопрос да как у вас подростки на курсе выбирать тем на которую пишут как вы с ними работаете но как я с ними работаю эта тема вообще для отдельного семинара а выбирают они сами я им предлагаю варианты я им озвучу какие вообще есть жанры какие есть ведущие темы и постихонечку на течение первых занятий мы с ними нащупываем ту тему которая им больше всего интересно потому что лучший результат всегда получается из того что тебе больше всего интересно потихонечку в течение первых занятий такие у нас разминочные занятия в основном творческие такие какие-то мы упражнения делаем становится понятно к чему больше склоняется тот или другой ребенок или подросток вот никаких ограничений нет кто-то пишет стихи кто-то рисует комикс у меня кто-то пишет мистику кто-то фэнтези кто-то реализм абсолютно разные не я никаких им не ограничений не ставлю единственное что мы учитываем конечно что у нас будут читать родители я ввожу некую цензуру я им всегда говорю если вы хотите то можно написать два варианта один вариант без цензуры только для вас это будет рабочий вариант но то что мы печатаем это что мы показываем родителям он к сожалению должен против моё цензурирование какой возраст посещает 10 до 17 лет у меня 4 группы там разный возраст ребята очень разные совершенно девочки и мальчики все все абсолютно разные так ну кажется я ответил на все вопросы спасибо вам большое за обратную связь за то что вы реагировали за ваши вопросы я надеюсь что мы что еще встретимся да я очень ответственно отнеслась к подготовке к этому вебинару потому что эта тема меня очень сильно интересует саму поэтому она эта подготовка помогла мне структурировать свои собственные опыта и знания и теперь я надеюсь это этот материал дней в дальнейшем пригодится тоже ну и вам пожалуйста пользуйтесь с удовольствием а теперь я с вами прощаюсь и всем всего доброго до свидания